Идея снять сериал появилась у Ассамблеи народа Казахстана неожиданно. Прочитав утвержденную президентом концепцию празднования Наурыза, они устроили мозговой штурм. Как итог, девять серий готовы к показу, и первые две уже есть в свободном доступе в соцсетях. Насколько я знаю, именно вот чтобы в формате такого сериала, то мне кажется, пока что мы первые. Но мы стараемся во всем быть первыми. И хочется придумывать что-то необычное, чтобы люди знали, что дом дружбы, работает, что мы все так же фонтанируем идеями. Пока что, мне кажется, еще не было таких вариантов. Главная задача, которую ставили перед собой представители Ассамблеи, рассказать о каждом дне и традициях, уходящих корнями в историю. По словам Дарьи Щербаковой, несмотря на то, что профессиональных актеров на их импровизированной съемочной площадке не было, сложностей в процессе не возникало. В съемках принимали участие наши этнокультурные объединения, молодежные движения. Мы привлекали даже своих детей, чтобы картинка получалась более красочной, интересной и более правдоподобной. Мы привлекали их не только к самому процессу съемок, но и к процессу приготовления баурсаков, например, потому что в концепции есть День национальной кухни. Весь процесс создания, от появления идей до воплощения в жизнь прошел в рекордно короткие сроки. По словам Дарьи Щербаковой, уставшие от мероприятий онлайн во время карантина, представители этнокультурных центров были рады очной встрече друг с другом и работали с максимальной отдачей. Вся эта большая работа, как нам кажется, была сделана в кратчайшие сроки. Наверное, так никто больше не делает. Мы сняли все девятерии за три дня. Это, конечно, было от утра и до вечера, занимало много времени. Но это был такой интересный процесс, который, в принципе, никого не напрягал. Это было, наоборот, очень интересно и время пролетало незаметно. Последняя серия выйдет 22 марта, а весь сериал можно будет увидеть в соцсетях на страничках Ассамблеи. Сценаристы и новоявленные актеры с нетерпением ждут откликов от кустанайцев и рецензий на их творческий эксперимент. Алексей Кудрявцев, Яна Галла, РТН